Итак, мы говорили с вами о том, что у нас четыре апостола, которые написали эти Евангелия. Первый – это Матфей, апостол Матфей. Кем же он был, кем он трудился, по профессии был? А профессия была у него очень и очень плохая, неприятная. На самом деле его многие люди ненавидели, потому что он был мытарь. Мытарь – это в наши дни есть такие люди, которые работают в налоговой инспекции, они собирают налоги. Вот мытарь как раз-таки собирал налоги с еврейского народа, но собирал их для римлян, то есть для захватчиков. Вот поэтому и часто мытари, они были очень недобросовестные люди, и они народ обманывали и пользовались своим положением. Поэтому люди не любили мытарей и презирали их. Вот, в общем, у Матфея была очень неприятная такая профессия, но что поделать, вот так Господь устроил, что он пошел работать туда. И Матфей был одним из 12 апостолов, приближенных учеников Христа, которых он избрал с самого начала. И мы знаем, что Господь часто давал своим апостолам новые имена. Самый яркий пример, который мы помним, наверное, это апостол Петр. Господь сказал, что он теперь будет Петром называться, или Кифа – камень. А у Матфея было имя Левий, по свидетельствам других апостолов, или Левий Алфеев, то есть сын Алфея. Он был последователем Христа, Господь его призвал. Был очень образованным человеком, он умел читать и писать. А это было важно для его работы, потому что он записывал, кто сколько налогов заплатил, и он должен был прочитать все эти записи. Поэтому был человеком образованнейшим. В его Евангелии 28 глав. Давайте посмотрим, с чего начинается. С каких слов начинается Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, первая глава. Ну, прочитаем первые два стиха. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И так далее. То есть Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. Что значит родословная? Родословная это то, от кого произошли родители Иисуса Христа. То есть в какой семье он родился. В итоге он родился у Иосифа. Мы знаем Иосифа с Девой Марией. У них была необычная семья, святое семейство. Но потомки Иосифа, они происходили из рода Давидова и начинались от Авраама. То есть Давид причислен к сыновьям Авраама. И вот тут мы как раз таки вспомним, что Евангелий несколько. И они между собой отличаются. И чем же отличаются? Вот Матфей, он был истинным евреем, воспитанным в еврейских законах. Он тоже ожидал Мессию, о котором говорилось. Все время говорили и первосвященники, и народ. И в законе говорилось. И вот его Евангелие обращено именно к еврейскому народу. Он сам был евреем, и он обращался именно к своему народу, к евреям, которые еще не уверовали в Христа. Они ждали еще Мессию, но не поверили, что это был Христос. И именно поэтому в этом Евангелии, которое написано апостолом Матфеем, очень много ссылок на закон еврейский и на пророчества древних пророков, которые говорили, что придет Мессия. И Матфей эти пророчества приводит как свидетельство того, что вот, смотрите, пророки говорили, а вот и Христос пришел. Вот он и был Мессия. Язык, предположительно, на котором писал апостол Матфей, это был либо еврит, это был письменный язык, либо же это был арамейский разговорный язык, точно неизвестный, потому что эти рукописи, к сожалению, утеряны. Вот. И когда было написано это Евангелие, примерно восьмой век после вознесения Иисуса Христа. На самом деле, не думайте, что Христос родился в нулевом году, да? Вот. Раньше все было очень грустно с хронологией, потому что каждый правитель часто изменял на свой лад хронологии, то есть года, по которым мы считали. Вот. Сейчас у нас уже у всех, мы одинаково считаем, вот, нулевой год, первый год, второй, сейчас у нас 2021 год, это вот то, как мы считаем в современном мире. И все люди друг друга понимают, если ты говоришь, что что-то случилось там в 591 году, все люди понимают наши эры, что это вот тогда-то случилось. Раньше такого не было. Вот. И была очень большая неразбериха с тем, какие года и так далее. Поэтому вот принято некоторыми святыми отцами говорить о том, что примерное время написания – это восьмой век после вознесения Иисуса Христа. Вот. То есть это там восьмой век. Ой, не век, извините, год. У меня тут век, а описочка маленькая. Год. Восьмой год после вознесения Иисуса Христа. То есть Господь родился не в нулевом году. Если вам интересно узнать, в каком году родился Иисус Христос примерно, то можете тоже, можно почитать, узнать и добавить, например, этот факт в наши факты о Евангелии. Вот. То есть восьмой век – это уже вот Господь прожил 33 года и потом вознесся, и мы вот плюс еще 8 лет к этому, да, примерно. Кроме того, если мы посмотрим на иконы евангелистов, увидим, что рядом с каждой из них расположен либо человек, либо же какое-то животное. Это такие символы евангелистов. И у Матфея, апостола Матфея обычно изображается рядом с ним человек. У него символ человек. И в этом Евангелии говорится о том, что Иисус Христос выполнил все пророчества, то есть на нем сбылись все древние пророчества закона еврейского. И он действительно Мессия. Иисус Христос